Ребят, всем привет! Сегодня 15 января, воскресенье. Приехал я на простор Белоярского водохранилища, на базу Хвост-Чешуя. Сейчас жду снегоход и поеду в Верховье. Будем пробовать ловить на безмотылочку. Посмотрим, что у этого получится. Попробую поснимать какой-нибудь видосик. Вон, кажись, мой снегоход едет. Не, не, не. Главное, чтобы ничего легкого, чтобы не вылетело. Не вылетит? Не. У меня боковые зеркала, в другом случае есть. Ну все. Погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Молодец! Красавчик! Короче, давай в 5 часов. Я тебя буду ждать. Проблем. Все, я буду где-то здесь. Вот, ну если что, может быть где-нибудь около русла, не знаю, посмотрим. Сейчас поищу рыбу. Нарь есть? Да. У меня увидишь, если что, включи моргающий. Все, хорошо. Я тебя найду. Давай. Спасибо. Сегодня передавали очень сильный ветер. Вот, поэтому я выбрал именно эту локацию, чтобы мне сюда ветер, скажем так, не надувал. Вот. Так что, ну на всякий случай взял палатку с собой. Потому что, если вдруг прям очень сильно раздует, вот, то придется залазить в палатку. Бур, кстати, взял сегодня чисто на 110 миллиметров. Вот, потому что не рассчитываю я на этой локации поймать леща. Ну вот, больше рассчитываю на окуня и палатку. Постоянно, вот у меня выходят видосы, постоянно люди спрашивают, что у тебя за камера. Постоянно я говорю, что камеру я пользую. Фокус фиш. На данный момент времени это самое лучшее соотношение цены и качества. Вот, производитель наш, российский, делает эти камеры. Мой хороший знакомый Владимир Цепилов. Вот, ссылочка будет в описании. Обращайтесь, он вам все сделает, покажет, объяснит, расскажет. В общем, отличные камеры от отличного производителя. Я очень всем рекомендую. Ну, по крайней мере, все видосы, которые вы видели у меня с рыбами, вот, все они сняты на эту камеру. Ух, окунек какой интересный. Приплыл на камеру посмотреть. Красавчик. Может, ему удочку засунуть сразу же. Может, он клюнет. Красивый какой. Все, поплыл. В общем, на первой точке рыбы не оказалось. На этой возвышенности рыбы я не нашел. Вот, поэтому, поэтому сейчас возьму санки, возьму бур и пойдем искать рыбу. Что нам еще остается? Ушел, короче, в берег. Нашел тут рядом небольшой пенек стоит. Куча рыбки плавает. Вот, решил попробовать потрясти. Не знаю, будет клевать или нет, надо. Тут такой водоем. Рыбы может быть много, а она может не клевать. Потому что не нравится мормышка. Или вот лунку прикормил. О, есть. Вот лунку прикормил. Окунь там живет сейчас. Мормушек со дна. Вот такие окунки грамм по 100, наверное. Вот, но не клюют. А здесь вот фестиваль, вот этот вот, лунка не кормлена. Скорее всего, будет клевать. Также сорожку тут увидел сейчас. Дорожка просто умывала. Мелкий шарик. Мелкий. Мелкий. Клюх какая была. Некрупный. Что это? Туда не себя. Были бы грамм по 100. Ну что, друзья. Решил я дальше буриться. Потому что рыба, как таковая, была найдена. Только мелкая. Будем бурить. Ну, пробовать. Тут простор большой. Пробурил очередную луночку. Нашел тут такой вот завальчик. Из дрейсины. С корягами. Вот и плавала тут плотва до тех пор, пока я не ударил камеру по дну. Нечаянно. Я кунький. Но это куньки остались, но что-то мелкие. Плавлю это нормально. Сейчас еще рядышком побурюсь. Посмотрю, что это такой за завал тут. Может быть, удастся еще что-то накопать. Все-таки соблазнился он на нее. Проводки, наверное, с десятой. Пришел на свои закормленные лунки. Самые первые. Стоят окуни. Уже, видимо, сожрали всего мормуша, который там был. Вот. Просто стоят. Не знаю. Попробую выловить. Все-таки я его вытряс. Вот он. Такие вот бы клевали. Все. Кто, блин, единичный? Пока. Смотрите. нормальный уже съедобный нападение такой же стичок внимание а 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 похоже стайка тут что ли а 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 забегал забился Кунёк. 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 О, приплыл полстячок и сюда. Кунёк. 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 Какой приклюнулся хороший. Пришёл под вечер. Толстячок зачетный. Нормальный барбосик. Пойдет. Крупнее. Опять пришел под берег. Посмотрим, напрело ли тут. А то я же все-таки сюда подкидывал. Может приплыли жирные окуни. Остановила. Вот. Нормальный окунек. Соточка. А я-то думаю, что тут все затихло, а тут вон что происходит-то. Вон оно что. Пришли кормиться подлещики, окуньки добрые стоят, пасутся. Ну попробуем вытрясти что. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Штрафная заплата? Мелочь пузатая? Давай! Осталось рыбачить один часик. Ледобура я вкрутил в соседнюю лунку, для того, чтобы он у меня откисал. Потом я его просто выкручу и весь лед с него спадет. Но ничего не надо отбивать. Я и так не люблю отбивать ледобур. Тут так само все слазит. Приходится сидеть чуть ли не на заднице, на льду, прикрывать ящиком лунку, потому что ветер просто сумасшедший. Луночки эти я дополнительно закормил мормушем. Так что, скорее всего, здесь рыба сейчас пока будет занята поеданием мормуша. Но, кто его знает, может все-таки кто-нибудь на нашу мормушку отреагирует. Солнышко выходит. Наконец-то! Туда! Ветрище! Красота! Красота! Я ее все-таки вытряс! Сорога! Пришла! Та, за которой я сюда ехал! Оп! Оп! Кунек! Добрый! Уха будет хорошая! Вот такой вот у меня сегодня улов. Совсем не ахти! Покси! 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 Ахти-покси! Ахти-покси! Покси-покси! Покси! сегодня есть завтра нет да как-то смотри целая ночь на размышления в любую точку куда захочешь хоть на ржавчик могу везти ты за кем именно забудешь да я вообще так-то за сорожкой приехал ну вот так она где-то здесь и должна быть сейчас ну как бы это я походил походил одна проплывет ну камера я смотрю одна проплывет две одну поймал я вот такую вот там где-то валяется одного подлещика поймал мелкого совсем отпустил здесь что-то прям такие прям они вообще еще мелкие-мелкие там поболее горяжники поболее да но опять же подальше от берега ближе в середине непонятно все погнали все-таки все-таки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, вот... Моё расположение... Сейчас... Поставлю сюда плиточку... Взял с собой плиточку... Вот... Сварю пельмени... Ну, короче, я тут уже... Кипичил водичку... Немного... Разложился... И, наверное, самое время... Рассказать, как сегодняшняя рыбалка прошла... Я бы не сказал, что... Рыбалка сегодняшняя прошла прям по плану... Потому что... Я рассчитывал, что... Найду... Плотву... В хорошем количестве... Вот... Я шел по карте глубин... Вышел... С... С... Возвышенности... Полтора метра... Там идет... Бровка... На... Основную глубину... Четыре метра... То есть... От берега до берега... В том районе... Четыре метра... И... Есть... Русловая канава... Она так... Двилистая... И... Вот... А... После этого идет уже муть... То есть... Какой-то мутный такой слой... Через который вообще почти ничего не видно... То есть камеру засовываешь... И не видно... Я как бы рассчитывал найти коряжки... Рассчитывал на... Легендарную... Хорошую прозрачность... Воды... Беловярского водохранилища... В итоге... Легендарная прозрачность была... Только на небольшой глубине... Пельмешки кстати самолепные... Очень вкусные... Только немного слиплись... Ладно... В конечном итоге... Я... Проследовал... От одного берега до другого... Пробурил... Приличное количество лунок... Не знаю сколько точно... Но много... И... В одном месте... Где... Русло делало петлю... Образовался пупок... То есть... Небольшая возвышенность... Вот... И... Я думал... Что... На кромке этой возвышенности... Будут коряги... Как я думал... Так оно и получилось... Почему? Потому что... Я посмотрел... Направление течения реки... Обычно на поворотах реки... Бывают коряжники... Соответственно... Водохранилище все это дело затопило... И... А коряжки то остались... Вот... В итоге... Я засовывал камеру... Там из-под коряги сразу две сорожки вылетают... И потом еще одна... Я такой... Ага... Вот и попалась домой... Я спокойненько беру... Я уже обрадовался... Закормился... Сухой прикормкой получается... Ну как... Я ее размешал... И мормушил... Все... И пошел еще до берега... Потому что... Там... В русловую каналу проходишь... И... Идет еще одна такая... Плавная такая... Плато... В русловую каналу проходишь... И идет плата... И потом плавное повышение до следующего берега... Вот я решил все это дело обследовать... С камерой пробежался... Посмотрел... То что начали плавать отдельные сорожки... То есть камеру засовываю... Где-то там вдалеке плавает одна кейка... Вот я такой думаю... Ну... Наверное она где-то тут живет... Наверное она где-то тут натусуется... Ее надо подкормить... И она придет... В конечном итоге... Получилось совершенно не так... Как я задумал... Луку то я конечно подкормил... Ту вот где был пенек там еще... И окуней было достаточно много... Потом камеру засовываю... Нету сорожки... Вот нету ее... То есть на той локации где я сегодня рыбачил... Сороги мне кажется просто не было... Ну и плюсом ко всему... С охолотом в тех местах я не ходил... То есть конкретных каких-то пеньков... Или каких-то конкретных мест... Где я точно знаю что может стоять плотва... У меня не было... Вот... Поэтому... Хорошо что сегодня... Удалось немного половить окуней... Потому что приехал... Получается... Никита... На снегоходе... Сказал о том что... Вообще... Сегодня у людей плохо клюет... Поэтому... Вот... Такой вот у меня сегодня улов... Забрал я с собой... Семнадцать рыбок... Ну и еще наверное... Такое же количество я отпустил... То есть как бы... Ну примерно десятка четыре... Я сегодня поймал рыбок... Не скажу что рыбалкой доволен... Но... Как бы от ноля ушел... Думал... Что клев будет лучше... Завтра скорее всего поеду в другое место... Есть у меня тут еще одна... Перспективная точка... Где я по весне... А... А... Видел... Большое количество окуней... И судака... А... Ну... Я имею ввиду не одного судака... А судаки плавают... Такие прям... Корабли конкретные... Попробую... До того места добраться... Благо завтра тоже на снегоходе меня отвезут... Вот... И... Посмотрим... В любом случае... В январе месяце... На Белоярском водохранилище... Я рыбачу впервые... До этого я рыбачил один раз... В феврале... А остальные разы я все рыбачил... Там... Конец марта... Начало апреля... То есть... По последнему... Поэтому... Это тоже опыт... И... Будем завтра... Что-то стараться делать... Скорее всего... Также будут рулить какие-то легкие снасти... То есть... Легкие мормышечки... Аккуратные проводочки... Тоненькие лесочки... Надеюсь... Что рыбу... Мы завтра... Найдем... Чуть-чуть покрупнее... Чем сегодня... Ну и... Тактично... Ее повадим... В общем... Ребят... Я... Буду сейчас лезть пельмени... Вам не поставим чашли... Встретимся с вами в следующем видосе...